Здравствуйте! В эфире программа «Наше время». В это воскресенье медики России будут принимать поздравления от пациентов, коллег и родственников. Накануне профессионального праздника мы встретились доктором медицинских наук профессором Юрием Теном. Юрий Васильевич, Вы выбрали очень непростую медицинскую специальность – детскую хирургию. Это был осознанный выбор или, как часто бывает, все получилось случайно? Я случайно пришел, потому что вообще-то я даже не думал. Я давал как-то интервью недавно, да, самый корреспондент в интернете есть. Я вообще-то занимался спортом маленько, занимался математикой и вроде бы кое-что достиг. Вот победителем многих был Олимпиад и так далее, и так далее. У меня даже было направление новосибирский физмат, чтобы я туда поступил. Вот, а тут как-то приехал брат мой, он сейчас живет в Корее, он сам физик-ядерщик. Вот, а у него как раз в это время болело горло, и он мучился, у него танзелит хранится. Он говорит, если бы я куда пошел, я бы пошел только медицинский. Ну, и пошел медицинский. Потом поступил, он приехал, ты что, совсем что ли, я же пошутил. Вот, ну, я говорю, ну, ладно, тогда я год поучусь, и, может быть, тогда, чтобы год не пропадал, а там тогда, может, опять буду на другое место поступать. А потом, когда год поучился, вот как раз я пошел на кружок Юрия Михайловна Дедерера, вот, с ним состоялась встреча, вот, и думаю, нет, надо дальше продолжать учиться. Вот так сложилось, вот. Ну, а так вот, не знаю, вот сейчас я думаю, если бы я занимался математикой, наверное, это было бы скучно. Вы работаете в детской хирургии 42 года. Как вы считаете, что нужно для того, чтобы стать хорошим хирургом? Я этот же вопрос задавал Юрию Михайловичу Дедереру. Был у нас такой великий хирург, очень хороший хирург, вот, мы как-то, я к нему подошел, хотел быть хирургом, мечтал, но боялся. Но все равно, вот, когда студент боится, а вдруг не получится, я его спросил, а что надо, чтобы стать хирургом? Потому что я слышал, он это имеет сердце льва, там, ну, знаете, да, вот, руки женщин, там, холодный ум, там, и так далее. Он говорит, все это ерунда, надо быть просто честным. Вот так он, я до сих пор это помню. Вот, ну, и вот, к нему ходил на кружок, а потом решил заняться, вот. А у нас была детская хирургия, вот, был еще такой Леонид Алексеевич Тарасов, оперативный хирург, вот, заведовал кафедрой в мединституте, он сказал, лучше надо заняться детской хирургии, там очень много всего неизведанного. Давай, иди туда. Ну, вот, так получилось, что пошел туда. Вот, вначале, конечно, было, думаю, куда же он меня послал, а это же дети, маленькие там, крик и так далее. Ну, а сейчас, в общем-то, я не представляю, вот, мне кажется, детей лечить как-то лучше, чем взрослых, 80 лет. Ну, и еще у детей есть такая особенность, такая, если ты им сделаешь все хорошо, правильно, они обязательно поправятся. Отделение хирургии Краевой детской больницы является клинической базой кафедры, которую вы возглавляете. Какие направления в работе отделения вы считаете наиболее перспективными? Ну, это очень сложный вопрос, потому что если операции даже не очень большие, сделаешь плохо, больной ему будет плохо. Поэтому надо любую операцию делать хорошо. Ну, я не буду, это самое, это касается всего отделения, мы, в общем-то, наша клиника, это у нас клиника, тут и база кафедры и так далее, она у нас считается, это, вот, что мне раз отмечали и в Москве, и так далее, считается одной из ведущих в России. Вот, а самое-таки, вот, то, что, вот, допустим, как-то бросается в глаза, вот, люди замечают и так далее, по сравнению, особенно с другими клиниками, вот, я считаю, что у нас наибольшие успехи, вот, такие видимые, это хирургия пороков развития новорожденных, потому что они где-то до середины 80-х годов практически погибали все. Они сейчас, в большинстве погибают. У нас в настоящее время, допустим, только возьмем вот 3-3 пищевода, когда нет пищевода у ребенка, новорожденный, если не делать, он за 3-4-5 дней погибает. Вот, эта патология, летальность, которая составляла громадные цифры, в настоящее время у нас поправляется более 93% детишек. Это один из лучших показателей, ну, я думаю, в России это точно, ну, и даже если брать международные, вот эти, мы же общаемся, литературу читаем, она соответствует высоким стандартам. Вот, ну, это, конечно, заслуга и наших анестезиологов, я считаю, они тоже одни из лучших, потому что, коль так поживает, вот, ну, у нас хирургические бригады великолепные, и я считаю, это, поэтому одному невозможно что-то сделать, это понятно. Что самое сложное в работе детского хирурга? Самое сложное? Ну, иногда бывает сложно, ну, наверное, общаться с родителями. Вот, кстати, во многом, вот, мне кажется, благодаря, в том числе и СМИ, и вам, в том числе, как-то вот негативное отношение к медикам складывается, понимаете? Я вот кого знаю из медиков, кого я знаю, ну, все хорошие люди, хорошие специалисты, то есть большинство такие, а когда что-то происходит, ведь обо всех так думают плохо, так ведь, да? Вот, ну, еще сложно, конечно, в хирургии, что вопрос поставить больному, надо оперировать или не надо, потому что любая операция – это риск, особенно когда большая, и вот думаешь, вот, что более опасно, риск болезни или риск операции? Я считаю, что риск операции всегда должен быть меньше риска болезни, и тогда надо оперировать. А вот если риск операции превышает риск болезни, тогда, конечно, надо очень хорошо подумать. И еще бывают такие ситуации, на самом деле, когда можно туда-сюда, очень сложно иногда бывает отказаться от операции, вот, потому что если откажешься от операции, ну, не дай бог, что-то случится, и чтобы потом не жалеть. А бывают случаи, когда их надо наблюдать, и кое-какие болезни так стабилизируются, и их потом, оказывается, не надо оперировать. Такие бывают. Вы получали и получаете очень много наград. А какая из них для вас наиболее значимая? Вы знаете, вы мне, может, не поверите, но вот когда больные уходят и радуются, говорят спасибо, это нам самая лучшая награда. Когда давали, допустим, даже вот всякие грамоты, наверное, тоже приятно, но это как-то уже не так. Это не главное в нашей работе, поверьте мне. Или, допустим, вот Карлин вручал там значок. Ну, конечно, да приятно, но, наверное, не так. Я скажу, если честно, вот у нас в больнице очень многие заслуживают этой награды. Просто видно, так оказалось, что я был на острие, даже хирургия как-то более такая, да, вот дисциплина. Ну, вот, дали. Наверное, ну, в том числе, наверное, благодаря администрации, потому что они же это продвигают. Так ведь, да? А ты сидишь, просто работаешь, все, об этом даже не думаешь. Ну, а когда кто-то чувствует, что замечает, что ты все же работаешь, наверное, тоже приятно, да? Вот вы сейчас пришли, у меня берете интервью. Ну, наверное, это, конечно, меня маленько время отнимает, но, наверное, тоже где-то приятно, так ведь, да? А потом посмотришь по телевизору, внуки посмотрят, там дети, скотов, деда показали, наверное, тоже приятно. Когда ваши дети выбирали профессию, вы им советовали идти в медицину? Да я вообще никого не заставлял, вот, говорю, сами думайте, вот. Но у меня дети тоже медики, у меня, вот, допустим, дочь работает в функциональной диагностике, она хотела быть сильно хирургом. Но потом, видно, подумала, взвесила, пошла на это. Ну, сейчас она говорит мне, баба, спасибо, что ты меня не настоял, чтобы я стала хирургом. А сын у меня вообще хотел быть или гинекологом, или урологом, а потом все же в последний момент, ну, показывает по телевизору, как вертолет летит, как меня там занимает. Ну, наверное, где-то юноша, когда была романтика, он пошел в детскую хирургию, вначале как-то не очень, а сейчас вроде бы доволен. Вот это приятно, когда видишь, наверное, результаты всего труда, он видит, он стать эндоскопической операцией внедрил в нашей больнице, врач высшей категории, вот, чувствует уже, что-то он реально что-то делает, кому-то помогает, спасает и получает удовлетворение. Это не для красного слова, когда человек чувствует, что он кому-то нужен, это очень хорошее ощущение. А когда ты никому не нужен, мне кажется, это плохо. Спасибо, Юрий Васильевич, поздравляю с наступающим профессиональным праздником. Здоровья вам и вашим пациентам. Это была программа «Наше время». До свидания и не забудьте поздравить ваших докторов. Субтитры создавал DimaTorzok